Ну что же, друзья, приветствую вас на канале МастерCSS. Мы продолжаем тему анимации. То видео очень быстро набрало 100 лайков. Спасибо вам за это большое. И сегодня, точнее сейчас, мы будем с вами создавать анимацию не только при помощи Animate CSS, но и при помощи специального скрипта под названием WoW.js. Итак, в комплекте к этому уроку идет вот такой архивчик WoW.js.rar. Пожалуйста, распакуйте его. Будет вот такая папочка внутри. И давайте посмотрим, что в ней. А в ней у нас уже знакомые нам файлики, картинки. И дополнительно мы уже включили файл Animate CSS. Ну, вы уже знаете, как с ним работать, поэтому я его включил в этот архив. Итак, дальше. Смотрите, тут у нас немножечко сайт будет видоизменен. Смотрите, вот какой он в итоге получится, если вы откроете файл Index.html. Видите, да? И здесь мы будем тут немножко больше эффектов создавать. Будет немножко интереснее. И перед тем, как мы начнем, хочу вам сказать еще кое-что. Смотрите, если это видео наберет... Мне понравилась эта фишка. Буду, наверное, ее использовать. Если это видео, точнее не если, а когда это видео наберет 150 лайков, я запишу еще одно видео, в котором покажу следующую штуку. Смотрите, для этой страницы подписки я делал вот такую штукенцию. Если мы на нее заходим, обратите внимание, здесь идет загрузка такая вот. Бах-бах-бах. И потом все элементы плавно начинают появляться. То есть я вам запишу видео, как сделать вот такую загрузку и как сделать, чтобы элементы сайта появлялись вот так по очереди. Здесь в маленьком окошке это плохо видно, поэтому я оставлю дополнительно ссылочку на эту страничку, где вы уже на весь экран сможете посмотреть, как этот скрипт работает на самом деле. То есть сможете у себя тоже это применять. Будет достаточно интересно. Интересно смотрится. Итак, ладно. Я пока это отложу. Итак, теперь давайте мы откроем вкладочку, где у нас есть файл animate.css, чтобы тут подсматривать название анимации. И теперь смотрите. Еще перейдите, пожалуйста, вот по этому адресу. Я тоже под видео оставлю ссылочку. Здесь у нас квартирует наш скрипт в OGS. Видим, да? То есть если мы обновим страницу, давайте. Тут вот так вот все ездит, прыгает. Видим, да? По-разному тут все смотрится. В общем, теперь смотрите. Чтобы нам сначала надо этот скрипт скачать и подключить, поэтому мы идем на GitHub. Вот тут. И у нас здесь есть такая кнопочка Download Zip. Давайте мы его подтыбрим. Так. Я сразу скопирую, установлю этот архив в папочку в OGS. Точнее, сохраню его туда. Теперь смотрите. Так. Что мы делаем с этим архивчиком? Я извлекаю его прямо в папочку WoW Master. У вас, наверное, по-другому чуть будет называться. Но суть в том, что внутри нее... А вот тут даже папочка есть, да? Мы идем в папочку dist. И здесь tibrim-file wall.min.js. То есть я его просто копирую, иду назад, 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 вот сюда. И прямо здесь давайте его вставлю. Так. Ну а архивчик я уже могу удалить. Итак, файл wall.min.js у нас есть, поэтому давайте мы его сразу с вами подключим. Так. Смотрим. Идем сюда. И подключаем скрипт. Затем подключаем этот файлик src. Так. Блин, почему не показывают? src. Вот. И сразу же подключаем его в wall.min.js. Все. Сохраняемся. И теперь смотрите, как пользоваться этим скриптом. Идем назад, вот сюда, на страничечку. И здесь есть how to use. Видим, да? Давайте мы его откроем. И тут указано. Сначала нам необходимо подключить файл стилей. Ой, файл animate.css, потому что этот скрипт работает с ним в паре. Видим, он у меня уже здесь подключен. Затем надо подключить сам скрипт и его инициализировать. Если я правильно сказал. В общем, копируем. Этот код мы уже подключили, получается. Копируем вот этот вот. И вставляем сразу под подключением скрипта. Давайте мы щелкнем. Ставим сюда. Кстати, некоторые подключают этот скрипт в конце. В принципе, я не знаю точно почему. Просто иногда не работает, если скрипт подключен в начале. Ну, не касательно WoW.js, а касательно других скриптов. Поэтому, если работать вдруг у вас что-то не будет, убедитесь, что у вас подключен файл animate.css. WoW.js подключен. И чуть что подключите его уже в конце здесь. Так, как я уже говорю, я не мастак в JavaScript. Поэтому опустим эту тему. Итак, все. Инициализировали. Блин, язык поломаю пока скажу. Теперь сохраняемся. Идем дальше сюда. И смотрим, что нам надо делать дальше. Теперь смотрите. Тут написано. Добавьте класс WoW. В общем, тут надо его добавить вместо класса Animated. То есть, я где-то тут видел, это написано. Ну, в общем, суть. Мы добавляли класс Animated. Сейчас нам надо добавлять класс WoW. И название анимации, которую мы хотим добавить. Давайте мы это сделаем. Так, перейдем сюда. И смотрите, я уже анимацию заранее подобрал. Так, вы, конечно же, можете использовать другую. Получается, что нам надо сделать. Добавляем новый класс. Равняется. Так, вот. Здесь мы пишем класс WoW сразу. Давайте, кстати, мы вот эту штуку всю... Ну, хотя потом скопируем. И смотрите, какую анимацию я решил вставить. Называется она FadeInLeft, например. FadeInLeft. Вот так вот. То есть, выезжать картинка будет. Давайте мы эту анимацию здесь сделаем. Так, щелкнем. Напишем FadeInLeft. Так, сохраняем. Помним про большие и маленькие буквы. Соблюдайте их, пожалуйста. Идем на страничку. Щелк. Обновляемся. И видим, наша картинка выехала. Причем, обратите внимание, jQuery у нас тут подключать не требуется. Видите, бах, выехала. Отлично. Так, двигаемся дальше. Сейчас давайте мы вот это все продублируем. Так, сюда вставим. Сюда, сюда. Кучку веселее пока давайте пропустим. А везде вставим вот это вот. Так, сохраняемся. Теперь смотрите, как изначально работает этот скрипт без настроек. То есть, его еще можно настраивать через спецатрибуты. Но смотрите, обновляемся. У нас картинка здесь выезжает сразу. Смотрите, другие картинки начинают анимироваться, как только они появляются на экране. Видите, да? Щелк, щелк, щелк. Видите, да? То есть, здесь это все можно сделать немножечко по-своему. Так, во-первых, давайте мы перейдем сюда. И тут разместим название анимации. FadeInLeft. Так, и заодно в атрибуты пропишем вот это. Так, сюда щелкаем. Все, сохраняемся. Дальше. Смотрите, давайте перейдем на файл, точнее на инструкцию по скрипту. Идем ниже, ниже, ниже. Вот, смотрите, здесь есть специальные атрибуты, которые позволяют более тонко, так сказать, настраивать этот скрипт. Ну, если честно, сразу говорю, что вот в прошлом уроке мы то же самое, ну, могли сделать при помощи стилей. Ну, здесь со скриптом это будет немножко удобнее. В общем, DataWallDuration. Оно означает, сколько будет длиться анимация, то есть время анимации. DataWallDelay. Точнее, ну, delay, в общем, буду говорить, это задержка перед стартом анимации. Offset это когда картинка начнет появляться от низа экрана. То есть, если мы напишем offset100, пройдет 100 пикселей, картинка начнет проигрываться. И iteration это сколько наша анимация будет повторяться. Вот, animation is repeated. Видите, да? И сразу внизу у нас есть примеры. Так вот, давайте мы скопируем вот эту вот параметру DataWallOffset равняется 10. И немножко его подкорректируем. Так, давайте мы вставим это везде. Тут, тут, тут и вот тут. Так, вставим. Только здесь, смотрите, я сделаю пробел. И тут везде, вместо десятки, я поставлю 200. То есть, 200 вот при таком размере видео, это оптимально. Поэтому давайте мы сейчас перейдем, и вы увидите, как это работает. Так, ну, кстати, вот здесь в первой картинке это не прописывайте, потому что она и так уже сразу вверху, и будет анимация все равно идти. Итак, обновляемся. Видим, идет анимация. Дальше, видите, картинки нету. Бах, появилось. Бах, появилось. Появилось. И появилось. Отлично. Теперь давайте поменяем чуточку анимацию. В общем, здесь, что я решил, какую анимацию сделать. Называется она ZoomInUp. Так, красивая анимация. Потом еще, вот не знаю, какие эти анимации в прошлый раз пропустил. Они мне тоже очень понравились. FlipInInX. FlipInX. Вот так. И здесь еще FlipInY. Дальше, вот здесь у нас, получается, последнее будет ZoomInDown. Давайте мы сохранимся. Так, обновим страничку. Щелк. И видите, вот так. Так, что-то я пропустил анимацию второй картинки. Так, оно мне что-то... Я на что-то не то написал. Давайте мы проверим. Так, ZoomInUp. Видите, одна большая буква. Давайте я ее на маленькую поменяю. Так. Обновимся. Раз пошло. Два пошло. Три пошло. Четыре. Красиво, да? И пять. Ну что ж, отлично. Замечательно. Теперь давайте мы, чтобы было бы везде аккуратно, я люблю аккуратность, везде пропишем название анимаций. Атрибуты пока прописывать не будем. Мы их еще потом дополним. Хотя нет, здесь мы можем их уже прописывать. Так, у нас получается на ужин осталось самое вкусное. Это в кучкой веселее. Мы сейчас ее и будем осуществлять. Итак, давайте мы теперь будем копировать атрибуты и вставлять сюда. Так, ну если вам скучно, то просто-напросто перемотайте, пожалуйста, видео чуточку вперед. Я думаю, это займет у меня около минутки. Или повторяйте за мной. Так. Ну, такой уж я человек. Думаю, вы на меня сильно не обидитесь. Ну так, конечно, поговорите, поклеветайте, скажите, какой я кака. Но ничего не могу с собой подделать. Вот такой я наркоманище. Так, сохраняемся. Давайте проверим, или все хорошо. Так, fade in left. Сразу видим, вот что мы прописали в классах. Zoom in up. Видим. Flip in x. Прописано. Y прописано. И здесь все прописано. Итак, теперь у нас осталось самое-самое вкусное. Кучкой веселее. Так. Давайте мы вот этим картинкам применим вот эту анимацию. Так. Zoom in up. Давайте. Клеим сюда. Так. Сохранимся. Сразу же я тут обновлюсь. И видим. Кучкой веселее. Сразу у нас появляется все вместе. Отлично. Затем давайте пропишем data offset 200. Надо было сразу все вместе копировать. Что-то я тупанул. Короче. Так. Ой-ой-ой-ой. Вот так вот. Смотрим. Так. Теперь должна начинаться она вот так. Отлично. Хорошо. И теперь дуем назад сюда в настройки и смотрим. Итак. Смотрите. У нас еще есть параметр data vote delay. То есть это задержка. Смотрите как мы можем сделать. Скопируем давайте. Вставим этот параметр сюда. Равняется. И давайте напишем 0.5s. И закроем кавычки. Так. Видим. То есть здесь задержка везде будет 0.5 секунд. То смотрите что я сделаю. Я здесь поставлю задержку в полторы секунды. А здесь в две. Так. Сохраняемся. Идем сюда. Обновляться. Давайте. Будем. И смотрите. Идем сюда. И у нас раз. Два. Три. Видите как появляется. Да. Еще раз давайте. Очень красиво. Мне нравится. Опаньки. 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 Вот так. Ну тут в принципе. Так. Теперь. Что еще я хотел сделать. Это разобрать последний параметр. Давайте мы. Так. Какой же тут параметр. А. Время анимации. Да. Давайте мы его тоже скопируем. Вставим. Вставим наш параметр вот сюда. Так. Вставляем. Равняется. Сразу в кавычках пишем. Сколько. Давайте напишем. Две. Секунды. Здесь. Смотрите. Мы по уменьшению будем делать. Ставим полторы секунды. А здесь пишем. Одна секунда. И таким образом смотрите что у нас вышло. То есть. Ну. Тоже игрался. Прикольно. Понравилось. Давайте я обновлю страницу. Вот. Выезжает одна картинка. Вторая. Третья. Четвертая. И смотрите тут. Щелк. 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 Видите. Да. То есть они как-то одновременно действуют. Приходят одновременно. Опаньки. 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 Видите. Да. Ну. В общем. Как вы поняли. Здесь можно поиграться. Вот с этими настройками. И получится что-то очень и очень интересное. То есть. Можно точно так же сделать. Чтоб каждая фотка по отдельности выплывала слева. Справа. А. Еще один момент. Очень важно. Здесь иногда бывают глюки. Вот. Я не помню. С какой анимацией глюк словил. По-моему. Left and Right. Давайте я напишу. Так. Ра. И. Рига. Хатта. В общем. Я не разбирался в чем там дело. Просто я решил вам показать. Чтобы вы случайно у себя на сайте не повесили. Давайте мы. Вот. Смотрите. Все нормально. Справа появляется. Но тут. Вот. Какой-то скролл остается. Да. То есть. Тут скорее всего дело именно в том. Что остаются какие-то стили. Их надо поправить. Но. Я не разбирался. Я вот. Быстрее начал вам видео записывать. В общем. Чуть что. Имейте ввиду. Когда используете какую-то анимацию. Сразу проверяйте. Нет ли глюков. Не выползают ли глюки на сайте. Итак. В принципе. На этом обзор скрипта WoW.JS закончен. Надеюсь вам все понравилось. Было интересно. Единственное. Еще раз хочу напомнить. Друзья. Во-первых. Поблагодарить. Спасибо. Что вы со мной. Смотрите мои видео. Ставите лайки. И не забывайте. Что если. Точнее. Когда это видео наберет 150 лайков. Я запишу следующее видео. В котором покажу. Как ставить вот такой загрузчик. Как сделать так. Чтобы содержимое сайта. Появлялось плавненько. То есть. Сначала вверх. Потом серединка. Потом тут. Потом видите тут. В общем. Еще раз говорю. Что оставлю ссылочку. На эту страничку. Чтобы вы могли посмотреть. Не видео. А на весь экран. Как это работает. Смотрится это довольно таки прикольно. На этом в принципе все. До связи. Ставим лайки. Подписываемся на наш канал. Спасибо большое за внимание. На связи с вами был Сергей. Субтитры сделал DimaTorzok.